друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал маркетс в котором на ежедневные а стоим мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь обязательно подпишитесь на эти каналы те кто этого еще не сделал если есть друзья особый запрос с вашей стороны разобрать какой-то финансовый актив пишите в комментариях каждому на посту соответственно в этих телеграм-каналах либо передавайте информацию через ваших персональных менеджеров ну что ж повестки сегодняшнего экономического календаря сессия обещает быть не такой я жаркой волосильный как хотелось бы видеть кстати последний но вот есть то что есть сегодня я выделил для вас друзья только два релиза это бизнес оптимизм германии по которой будет опубликовано в 10.00 по московскому времени после вчерашних релизов по активности производственного сектора и сфер услуг германии да и в целом экономики валютного блока я не жду сегодня хороших цифр ну потому что это было бы довольно таки странно и парадоксально когда деловая активность сокращается видеть цифры по исключительно оптимистичному представлению экономических перспектив вот на ближайшие шесть месяцев поэтому вряд ли сегодня мы увидим такую странную картину и логичнее полагать что статистика будет все-таки плохой повлияет ли этот на индекс на ситуацию с европейской валюты я не думаю что серьезно и существенно но собственно как и вчерашние индексы нам не нужно чтобы на рынке прямо сейчас появился какой-то однозначный триггер нам нужно получать больше вводных чтобы у нас сложилось четкое представление о происходящем в экономике в частности в европейской экономики потому что мы торгуем прежде всего не краткосрочно а с уклоном на долгосрок поэтому нам важно друзья определить долгосрочную тенденцию и на текущем этапе собственно как я ранее уже говорил долгосрочная тенденция по европейской валюте против доллара направлен исключительно вниз еще один индекс мичиганский индекс уже по американской экономике вот этот релиз оказывает неоднозначное влияние на доллар но если мы попробуем задаться целью оценить воздействие этого индикатора на индекс американской валюты то в подавляющем случае из ну например из 8 из 10 последних релизов по мичиганскому индексу обычно волатильность значительно возрастала по индексу американской валюты и я рассчитываю что сегодня мы увидим хорошие цифры и соответственно эти цифры могут дополнительно поддержать позиции американского доллара индекс американской валюты 104 пункта даже чуть выше сейчас в одном шаге мы от того чтобы протестировать многолетний максимум в районе 105 пунктов я очень рассчитывал на то что это произойдет уже на этой неделе потому что был соответствующий фундаментальный триггер в виде выступления глава американского регулятора джерома паула перед конгрессом перед сенатом и палаты представителей но не случилось я особо не расстраиваюсь потому что мы услышали от паула очень много лестных отзывов которые будут благоприятствовать дальнейшему росту курса американского доллара конечно же жаль что на этой неделе все таки индекс доллара не прорвался выше 105 пунктов но честно говоря учитывая что глава американского регулятора признал что фрс рассматривает возможность повышения процентной ставки основа на 75 базисных пунктов и скорее всего так и сделает в июле я думаю что нам нужно лишь немного подождать фактически несколько недель до июльского заседания июль уже через неделю начнется и тогда мы получим друзья то что хотим по американской валюте увидим еще более серьезный рост индекс американской валюты я предлагаю сейчас подвести итоги опять же двухдневного выступления павла перед конгрессом напомню что это выступление было посвящено по сути докладу о проделанной работе за последние шесть месяцев а тех также планах которые сейчас взращивают американский регулятор по борьбе с инфляцией и стабилизации цены обеспечению нормальных показателей экономического роста так вот из всего большого количества комментариев из-за часовых речей которые были проведены паулом я вот хочу отметить для вас следующее то что паул действительно признал что очень сильно ошибался что ранее недооценивал проблематику рост инфляции сейчас признание этой проблемы фактически открывать глаза американскому мулькулятору результате чего тот готов активно сейчас вступить в эту борьбу с высокой инфляцией ужесточая монетарную политику задействуя и активно наращивая программу количественного ужесточения антонио программы количественного смягчения и повышая процентную ставку проблема инфляции и и вряд ли удастся решить самое ближайшее время по оценке многих экспертов на то чтобы стабилизировать показатель инфляции в районе целевого значения федеризерва 2 процента сейчас из потребительских цен находится на уровне 86 процент понадобится несколько лет то есть друзья мы в этом году с вами будем наблюдать за ростом процентных ставок сша и рост процентных ставок сша продолжится двадцать третьем году многие считают что двадцать четвертом тоже будут аналогичные решения у нас формируется долгосрочный позитивный взгляд на доллар в результате которого американская валюта продолжит расти по поводу вопросов которые были заданы а паулу него спросили рассматривает ли американский регулятор же возможность повышения ставки на один процентный пункт в июле на что паулу ответил что американский регулятор следит за публикуемой макроэкономической статистикой внимательно следить и поэтому готов повысить ставку на любое необходимое количество пунктов но тут как бы можем делать выводы сами американский регулятор действительно готов к более проактивным действием и лично я совершенно не удивлюсь если в июле ставка будет поднята на один процент учитывая насколько сильно сейчас фрс паникует из-за роста инфляции и насколько очевидны вот эти риски того что если сейчас не вмешаться все может быть хуже также важно отметить что паулу коснулся таких моментов как продовольчественный кризис высокие цены на топливо и охарактеризовал их в качестве основных катализаторов роста инфляции спасибо ему конечно же но мы это и без того прекрасно знали но он коснулся этих моментов они просто так фактически он снял в какой-то мере ответственности с американского регулятора заявив что фрс конечно же делает все что от него зависит но текущий рост инфляции его невозможно решить инструментарием американского регулятора и фрс насколько он всемогущим не был не может повлиять на ситуацию в восточной европе не может повлиять на спрос и предложение на нефть глобальной экономики не может решить продовольственные кризиса и соответственно нейтрализовать те факторы которые влияют разгоняют инфляцию опять же уходим в дебри логистики и сорванных цепочек поставок логический вопрос стоит ли тогда американскому регулятору вообще что-либо делать сейчас если все равно факторы которые влияют на инфляцию находится вне сферы его влияние опять же паул отметил что без действия на текущем этапе а хуже активного действия поэтому как ни крути друзья несмотря на то что американские регуляторы прекрасно понимает что повышение процентной ставки это ковровая дорога к рецессии это повышение ставки продолжится потому что действительно фид резерву нужно сейчас возможно даже создать видимость иллюзии того что они прям действительно радеют за общую идею стабилизации цены снижения индекса потребительских цен то есть инфляции к целевому назначению нам может быть даже и не стоит заниматься таким глубокопанием нам нужно просто реагировать на повышение процентной ставки потому что рост ставки это знак равно рост доходности американских облигаций и продолжаем дальше знак равно укрепление курса доллара на этом как раз хочется заработать в общем друзья ждем еще более динамичный роста индекса американской валюты bank of america вчера опять же в обновленном в обновленной инвестиционной декларации для своих клиентов снова рекомендовал активно покупать индекс доллара с целями 170 8 пунктов доллар иена цели прежние 136 137 пока не будет интервенций со стороны банка японии пока японский регулятор не намекнет хотя бы на ужесточение монетарной политики я думаю что отказываться от слабой иены преждевременно золото 1825 до снижается но опять же я держу ланги потому что считаю что есть еще потенциал захода вверх прежде чем будет дальнейшее снижение американский фондовый рынок не попадаете друзья на удочку опять же избыточных покупок а сейчас это ловушка для покупателей потому что очень высока вероятность еще более глубокой коррекции потому что даже американский регулятор обозначил риска 50 процент рецессии в перспективе четырех квартал если мы будем говорить о других банках то там вероятность будет еще выше поэтому американский фондовый рынок точно еще не достиг своих локальных минимумов рынок нефти 106 27 открытие с гэпом но опять же если вы торгуете черным золотом брендом дамблю тебя вы знаете что перед ситуация с гэпом на бренсе это следствие экспирации закрыта контракт был на отметке 10973 поэтому в принципе можно условно сказать что как мы ранее и полагали в районе 110 долларов а нефть остается сейчас ждем дальнейшего роста восстановления потому что мы видим серьезный рассинхрон между способом предложения в пользу более высокого спроса которая превосходит на это предложение по другим финансовым активам я пока что считаю что распыляться более на них не стоит давайте сфокусируемся на этих а инвест идеях и будем ждать уже следующую неделю и обновлен экономический календарь опять же отчета будет еще больше продолжим следить за долларом и тем как он влияет на динамику рисковых активов на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели всем пока